Поздравляю с шикарной победой. Арсений, шикарная игра, два гола на родном льду. Какие эмоции и что подарили за звание лучшего игрока матча? Спасибо большое. Приятно, конечно, на родном льду, на родной арене, в родном городе отличиться, тем более дважды. И большая благодарность болельщикам, которые здорово нас поддерживали на протяжении всего матча. И что подарили за звание лучшего игрока, там ситуация какую-то, я не знаю, я жене уже отдал, а в раздевалке не меня отметили, к сожалению. А кого? Грутина. А вы бы сами кого отметили? Плешкова. Но он уже был просто, поэтому надо поменять. Еще вопросы? Секунду. Расскажите, все-таки, как вам атмосфера на матче, все-таки вернулись, скажем так, к домашним трибунам, то есть к тому, в Омск год назад еще играли за Авангард, и сейчас, по сути, дома играли. Добро пожаловать домой. Попробуем. Я не от себя смотрел, а, да. Это вопрос к обоим, хоккейистам? Да, надо коротко. Да, конечно, я не знаю, я просто катался, кайфовал от атмосферы, от болельщиков, от этой энергетики. Хотелось, конечно, забить или как-то отличиться, поэтому я даже где-то специально уже удалился, чтобы как-то мою фамилию на арене произнесли. На самом деле, да, эмоции вообще крутые, крутой матч был. Да, мне тоже очень приятно, конечно, возвращаться домой. Я приходил на крайнюю игру, к сожалению, Авангарда плей-офф с Локомотивом, и приятно, что много болельщиков узнал. Даже в Питере не было такого ажиотажа, когда не играл, приходил на трибуну, а здесь прям вот так, вроде никто не знал, что приду, вроде и как-то маскировался, чтобы так пойти потише. Но все равно узнавали, и сфотографироваться, конечно, без проблем. Я думаю, сейчас на лето приеду, я надеюсь, что в городе тоже будут узнавать. И знаю, что омские болельщики всегда с уважением относятся, там, если где-то семья сидит, что никто не подойдет, подождут, пока закончишь разговор. Не про это вопрос не отвечает. Ты уже про ужин, например. Подмените, если вас удерживают Симовска. Сейчас говорим про сборную. Если еще есть вопросы? Нет, спасибо. Нет, вот есть Симовска. Там был вопрос. Главный тренер сказал, что вам сегодня было под силу забить пять. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну и все, он так сказал, значит, наверное, было под силу. Ну, три-четыре точно мог забить, это уже там мастерство, но, к сожалению, не получилось. Конечно, хотелось и трик сделать, и это тоже не получилось. То есть, ну, хотя бы два уже здорово. Здорово. Все, благодарю. Немного провокационный вопрос. Некоторые болельщики до сих пор задаются сомнениями, почему вообще нужен этот большой тур. Ну, попробуйте парировать, потому что, ну, мы считаем, что большой тур и оставлять игроков в сборной, уровня сборной без практики на целый год. То, чтобы сборная играла только на кубке Первого канала, ну, это, как сказала бы молодежь, кринж. Вот как вы со стороны игроков можете парировать, что большой тур действительно, ну, необходим? Да, мне кажется, это больше для болельщиков в городах, где, ну, как бы, в Омске закончился хоккей уже, и все равно сейчас майские праздники. И я думаю, людям в удовольствие прийти, посмотреть хоккей сборной России, как бы, и знакомую фамилию, и, мне кажется, времяпровождение просто занять свое время чем-то. И это очень круто, эта популяризация хоккея идет в России, и каждый город, я думаю, ждет, чтобы к ним приедет сборная. Спасибо. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Давайте сначала. Кто-то у вас? Задавайте. Владимир Ростомин, прислуживая Министерство спорта, в области. Вопрос Арсения. Вы играли за предыдущую сборную, скажем так, здесь состав много новых лиц. Вот в чем почерк этой команды? В чем у нее какое-то свое лицо, свой почерк? Вот беседовал с болельщиками в перерыве, особенно с молодыми, они говорят, что команда дерзкая, боевая. Вот ваше видение, ваше характеристика на этом. А за предыдущую сборную за какую можно? Ну, за сборную России, за Олимпийскую, за... Сборцезер Хэлл. Ну, то есть, играли в прежнем составе, здесь состав. В принципе, плюс-минус народ такой же, который был на кубке первого канала в сборной России. Я за них не играл, поэтому не знаю, как у них почерк. Ну, а так, это молодая, ну, достаточно молодая команда, много игроков, которые на высоком уровне Хэлл играют. Допустим, Сергей Толчинский. И все равно есть и где-то мастерство, и где-то те ребята, которые могут взять большой объем работы, подтаскивают в своих сменах, и поэтому идет такой большой, сильный ритм. Ребята, насколько для вас было удивительно, такая поддержка трибун, столько блокатов, нацеленные вам, Грицуку, Толчинскому. Вы уже не играете за авангард, а Омск продолжает вас так сильно любить. Ну, то, что именно в Омске, это на самом деле вообще неудивительно, потому что он в хоккейный город, он на каждый матч сюда приходил, и это больше не удивление, на город было... Ну, я перед матчем был вообще в таком предвкушении, я уже быстрее хотел сыграть, даже где-то немножко нервничал, но я говорю еще раз, я просто кайфовал, катался от атмосферы, от энергии, потому что все равно, сколько, три года в авангарде проиграл, если и чемпионский бот был, флэшбэки были теплые, приятные, все равно они в голове всплывают, поэтому... На самом деле, даже к тому, про большой тур вопрос, потому что, не знаю, еще если будет этот матч, даешь, в июне, я все равно кайфанул. Костя, не. Ну, хотя в июне не надо меняться, вообще. А, конечно. В июне его не найти. А, да, конечно, приятно вернуться, и еще раз повторюсь, что кто же был такой же, Сергей, я там в автобусе ехал, где-то начал уже мандражировать, потому что понимал, что много и знакомых лиц придет, и людей, которые когда-то осуждали, как бы не хотелось как-то не на уровне, не на своем сыграть, и поэтому тоже нервничал перед игрой, бодидол там выпил уже до игры, и самая приятная атмосфера именно в Омске, наверное. Ну, может быть, за финальным тем, что скажите какие-то приветы именно в Омске, и по желанию передадите. Собирайте знакомы. Да, Игорь и Андрею. Третий сектор. Естественно, я хотел сказать, передаю им всем огромный привет, спасибо, что они, сколько народу пришло, и было реально очень приятно видеть много людей там с нашими, с плакатами моими, там, и Арсенью, Арсенью неприятно было, конечно. Было очень приятно, и, да, так, в конце тоже сделал такой круг небольшой, чуть помахал, а была ответная реакция, тоже приятно, поэтому, да, конечно, круто, и всем огромный привет в следующем сезоне, опять увидимся. Я виделся с главой фан-сектора, когда вот приезжал тогда на матч, и, конечно, безумно приятно, он говорил, что он будет всегда переживать за нашу карьеру, потому что все равно он где-то остается в нашем сердце, и, конечно, огромная благодарность тем, что они пришли и сделали этот матч, как мы. Спасибо, спасибо, ребят.